всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюры диорамы продолжаем работать с забором одну часть я уже немножко состарил вот что у нас вышло то есть вот такой заборчик единственное может быть еще пройду раз смывкой по нему но не факт если только после уже наложение сняли именно вот этот часть забора я делала проходил смывкой по дереву подобно атака интерактив и уже поверх доводил по цвету где нужно было сейчас я попробую сделать немножко иначе изначально сделаю очень жидкую краску темную коричневую пройду низы то есть там где непосредственно снег оказывается влияние на доску там она мутнее темнее и сейчас мы будем с этим работать возьмем черный black 950 этого леха немножко смешаем с коричневым вот такая палитра у меня простейшие детского мира возьмем коричневый 871 смешаем сделаем консистенцию очень жидко так как дерево краска впитываться будет очень хорошо это не пластик проверим сначала на тех частях которые ну вот и немного вот снизу проходим везде берем разную высоту где меньше где больше не имеет значения равномерно чернеет доска все равно не может где-то воздействие более сильная где-то менее сильная если вот эти вот места нижние их три четыре раза надо будет пройти они станут более темными с родни вот с этим вот вещам вот я сделал носки тут у лошади делал таким же способом то есть начал делал максимальную высоту и потом немного опускался и от слоя к слою она темнеет то делая приятный переход калитку также главное не бояться экспериментов прочего все очень легко исправляется да и как бы на таких вот моментах где нет определенного какого-то алгоритма действий здесь можно экспериментировать никто нас за это не отругает главное не забыть про перемычку которую идет основание но вот она впитывает похуже она впитывает похуже ее может быть даже придется доводить с помощью смывки ну вот что-то уже начинает вырисовываться внутреннюю сторону точно так же по своему эффекту напоминает очень сильно смывку ту же самую единственная смывка более непрозрачный слой дает и немного другой оттенок имеет более коричневатая добавим серого посмотрим что у нас выйдет тут уже сером то есть я на данный момент экспериментирую вместе с вами так сказать потом будем смотреть какой эффект у нас выйдет перемычку то очень светлая она мне почему-то пока не нравится сильно бросается классом глаза ну ладно чем жиже разведена краска тем менее интенсивный оттенок она дает взял немного вот пожиже и вот такого вот эффекта теперь у нас будет то есть как бы оттенок меняется оттенок меняется сродни фильтру на технике минимальное изменение оттенка но просто скрыть вот вот эти вот яркие вещи которые не особо нам нужны потому что у нас забор дряхлый древний обветшалый нам такие вещи ни к чему так это лицевая сторона думаю пока мы от нее отстанем самое главное при работе вот когда вы изготавливать что-то виньетку или диораму никогда не бойтесь экспериментировать все приходит с опытом а если вы будете смотреть и действовать исключительно по видео урокам не знаю не всегда получается так как у автора но сейчас мы проходим этот легкий слоем а после этого фильтра будем уже очень сильно старить потому что он фильтр дает такой вот эффект именно древности заблесневелый это пока все так легкая плесневелость легкая заветренность сейчас мы берем фильтр наш начинаем фильтром уже более детально все это подводить точнее не фильтр а смывку вот такая вот смывочка начнем с перемычек вот с этих вот которые мне не особо там внушают доверие то есть не бойтесь тут прям смывочкой хорошо так проливайте все это она потом стирается там где не надо тем же вайдспиридом можно подвести на данный момент мне нужно убрать вот эти вот яркие перемычки чтобы они хоть немножко в тон были снизу понятно более черная оставим то есть вот видите смывкой прошли насколько сразу забор стал тем если бы мне не надо было делать старый забор да какой-то вот такой обветшалый я бы конечно не стал бы делать сюда эту смывку я бы лучше воспользовался именно краской и краской уже доводил бы оттенок потому что он как бы более можно это контролировать со смывкой с этой контролировать получается сложно да и не особо это и надо потому что нужно как раз эту вот рандомность старения оттенок очень темный возможно мы его будем даже подводить наждачной бумагой чтобы он стал того цвета которого нам надо можно сделать конечно вот так взять white spirit мотоциклист улетел так взять white spirit и сверху вот здесь пока оно не совсем высохло смыть где она то есть вот он уже сверху оттенок поменял стал более светлый мы опять же и будем уже смотреть где какой оттенок нужно добавить точно будет серый точно будет немного зеленого потому что без этого просто нельзя будет однородно коричневого цвета ждем высыхания ну что ж ну что ж ну что так я забор на основании так попроще будет с ним работать выглядит он таким образом сейчас мы немного наждачка пройдемся мелкой чтобы немного придать неоднородность вот так лучше итак вот так вот он начал выглядеть у нас наш забор после наждачной бумаги наждачной бумаги и я думаю что на этом пока стоит остановиться а дальнейшем манипуляции если вдруг надо будет будем уже по факту доводить у запора лежать снежок здесь будет что-то наподобие тропы от дома при чистке раскидывали в разные стороны здесь скорее всего постелю пару досок здесь тоже может будут лужи из эпоксидной смолы залиты всем кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новое видео ставьте палец вверх всем пока